Пример письменности времен Княжеской Руси, украинские ученые показали уникальную историческую чашу. Встретить кириллические надписи на предметах времен Княжеской Руси очень тяжело и в коллекциях украинских музеев таких вещей совсем немного, точнее, единицы. Наиболее известные из них – надписи на серебряных монетах времен князя Владимира Великого конца 10 – начала 11 века. Но у коллекции есть один интересный предмет, который раньше не демонстрировали. На каком предмете можно увидеть примеры письменности времен Княжеской Руси, рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на сообщение Сокровищницы Национального музея истории Украины в Facebook. По словам археологов, надпись на поддоне серебряной чаши 11-12 века, которая была найдена во время строительных работ в Чернигове еще в 1957 году, очень интересна. Сейчас эта чаша находится в Сокровищнице Национального музея истории Украины. Чаша имеет оригинальную форму, которую определяют 12 выпуклых сегментов с чеканными и гравированными изображениями воинов-всадников, животных и птиц. В позолоченном медальоне на дне чаши изображена сцена с юношей, играющим на арфе, и сидящей рядом девушкой. По словам ученых, это, вероятно, изображение библейского царя Давида псалмопевца и аллегорической фигуры мелодии, на внешней стороне поддона острым предметом нанесено с одной стороны не менее десяти линий, а с противоположной – имя Н.А.В.М. – твердый знак. Кем был Наум – боярином, воеводой или священником, неизвестно. Это имя ветхозаветного пророка не было популярно в Древней Руси. Но еще с тех пор украинцы чествовали такого пророка как Наума-грамотника, и считали его покровителем знаний, ума и добродетели. Ученые напоминают, что язык – это душа каждой нации, ее самое ценное сокровище, проникающее всюду и дающее возможность человеку познать мир. А письменность позволяет общаться с людьми других культур и других времен, усваивать сохраненный опыт человечества и вечные духовные ценности, передавая их из поколения в поколение. Ранее мы писали, что археологи нашли трехсотлетнее сокровище легендарного польского афериста, которого считали выдумкой. А еще рассказывали о том, какие пять лучших замков в Украине стоит увидеть этим летом.